Деда Мороза 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 А накануне ученики 30-й школы Бобруйска проявили инициативу. Те, у кого есть детство, с родителями в собственном доме, собрали для маленьких воспитанников детского сада свои подарки. И сами запечатлели акцию «Добра на видео». Спасибо всем сотрудникам детского дома за то, что нам разрешили поздравить всех детей, у которых нет родителей. И хотим сказать, чтобы дети нашего возраста тоже не забывали про детей. Акция «Наши дети» будет продолжаться и в следующем году. По 8 января гости с подарками будут приезжать в дома, обитатели которых очень ждут самого главного в жизни каждого человека – своих родителей. Диана Унфальд, Иван Боровой, сегодня в Бобруйске. Дед Мороз получил прописку. В Бобруйске открылась резиденция праздничного правителя. Площадка для торжеств появилась в исторической части города во дворе одного из самых узнаваемых строений Бобруйска. Назвать «Шервоную вежу» водонапорной башней у жителей города не поворачивается язык. Сегодня это элегантное здание в самом сердце города, на котором, по утверждению владельцев, находятся самые точные в городе часы. По ним и будет главный Дед Мороз Бобруйска считать минуты до боя курантов. Президенция Деда Мороза открыта! К миру Дед Мороз занимается тоже хорошими делами, веселит людей, создает хорошее настроение. Остальные волшебники Бобруйска прошлись праздничным маршем по одной из центральных улиц города. Себя показали во всей красе, снегурочек явили горожанам и, конечно, всех сказочных персонажей с символом Нового года петухом. Торжественную колонну возглавлял военный оркестр. Вечером зажлись огни на главной елке города, и Бобруйск открыл счет на минуты до Нового года. С наступающим Новым годом, друзья! Основные гуляния пройдут на центральной площади Бобруйска в новогоднюю ночь, а многочисленные торжества, концерты, развлечения на свежем воздухе и на закрытых площадках продлятся до 8 января. Все художники в одном музее. Мастера изобразительного искусства города на Березине поздравили Бобруйский художественный музей с 40-летним юбилеем о детстве, юношестве и будущем главной художественной площадке Бобруйска. Диана Унфольд. Помню, выставочный зал Бобруйска с его детских лет смеется член Белорусского союза художников Татьяна Корчашкина. Когда-то искусствовед Корчашкина работала здесь экскурсоводом. Сама 30 лет творит из кожи на юбилейную выставку в пастельных тонах «Работа времена года». Свет и три раза свет, и один раз легкость. 40 лет как один день выставочный зал открылся в 1976-м и сразу организовал международные пленеры. Потом случился арт-джижель, зал получил юридический статус и начал формировать собственные коллекции, которые потребовали создания уже художественного музея. Был замечательный этап создания музейной экспозиции минералов и горных пород. И, конечно, участие нашего музея в трех национальных музейных форумах музея Беларуси. Несмотря на молодость, на первом форуме первая победа в номинации «Лучший международный проект арт-джижель». Сегодня полотна бобруйских художников есть в Национальном художественном музее Беларуси в фондах Белорусского союза художников. На юбилейной выставке представлены масляная живопись, скульптура, габелена, керамика, графика и акварель. Участие приняли все бобруйчане – профессионалы, любители и народные мастера. Говорить о преждевременной смерти бобруйской художной жизни не рановато. Мы еще живы, мы еще работаем, и выставка еще довольно интересная. Важно общаться, сомневаться, ругаться, радоваться. В принципе, оно дает какой-то толчок к творчеству. Творчество, оно вдохновляет, оно побуждает на хорошие поступки, на отношения. Это очень важно. 2017-й для выставочного зала и художественного музея будет очень напряженным. Уже сегодня художники всех жанров готовят персональные выставки. Подарком для поклонников изобразительного искусства станет выставка полотен заслуженного художника России бобручанина Абрама Рабкина и израильтянина с бобруйскими корнями Иосифа Капеляна. Диана Унфольд, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова